Всем привет! С вами опять Игорь. И сегодня мы поговорим о надежности тепловых насосов. Кстати, кто первый раз только зашел на мой канал на это видео, у меня канал по альтернативной энергетике. Я оставлю ссылочки на плейлисты. Там, солнечная электростанция, тепловой насос, как сделать, ветряк, там, панели, коллектор солнечный. Все есть в описании. Смотрите все ссылочки. Энергосбережение, что самое главное и самое первое. Я всегда это не устану говорить. Но сегодня именно о надежности теплового, такого отопления, как тепловые насосы. Ну, рассмотрим именно мой тепловой насос по надежности, но и затронем еще и другие типы тепловых насосов, воздушные, например. Почему такой вопрос? Я вообще эту тему, эту мониторю постоянно на ютубе слежу. Там какие-то ролики выдаются, там кто-то сделал тепловой насос или кто-то поставил заводской. Я за этим слежу и читаю комментарии, там, все такое. И заметил, что люди сильно сомневаются в надежности такого отопления. То есть, то, что оно там дорого стоит, вот все почему-то, но это мы уже, может, не в этом видео затронем этот вопрос, дороговизну тепловых насосов. И плюс там их беспокоит, вот именно этот вопрос, о чем мы сегодня поговорим, именно о надежности такого отопления. Потому что все так боятся. Заметил сильно очень, что вот оно поломается и зимой, и что ж тогда делать, ай-яй-яй, куда бежать. Это ж зима, да, надо отапливаться. Оно тут взяло и поломалось. О, ну давайте мы посмотрим на примере вот моего теплового насоса, что здесь может вообще поломаться. Что здесь может поломаться, и что надо делать, если что-то поломается. Да, вот я нарисовал такую схемку. Ну, в принципе, у меня больше ничего и нет. Эта схема такая, как она и есть в реалии моем. Кто не первый раз смотрит мой канал, то знает. А кто первый раз, там заходите другие видео, там я показывал фотографии, видео, я снимал уже сто раз этот тепловой насос, как он выглядит. Ну вот я так схематически нарисовал. Что здесь может поломаться, давайте разберемся с вами вместе. Начнем с компрессора. Вот так вот, пойдем по часовой стрелке, так сказать, по направлению движения фреона. Так можно сказать. Итак, компрессор. Ну вот это вот, наверное, если взять, ну разделим фреоновую часть и водяную часть. Ну, то, что на скважины идет, на испаритель водяная часть. Мы ее разделим, рассмотрим отдельно, потому что они так связаны чисто косвенно. Там прямой связи нет. Вот, а систему отопления от конденсатора мы даже затрагивать не будем, потому что все знают, что такое система отопления. Там один циркуляционный насос, и они настолько надежные, что, ну, даже их я рассматривать не хочу. Компрессор. Вот это, если взять всю фреоновую систему, именно круг фреоновый, то это, наверное, самая такая деталь, которая может вообще, хотя бы может поломаться. Не то, что ломкая, я не говорю, что она ломкая, эта деталь. Она может, ну, что все остальное, оно как бы, ну, даже не может поломаться. Ну, я не знаю, что. Ну, дальше будем смотреть. Что может случиться с компрессором? Ну, что с ним может случиться? Он может заклинить, например. Он может стереться. Вот. Он может там перегреться, сгореть может. Обмотки могут сгореть. О, но все вот это вот, что я перечислил, может случиться лишь тогда, когда у нас что-то происходит в системе. То есть, там, например, у нас нет защиты от повторного включения компрессора. Но это организовывается обычным контактором. Я показывал обычный контактор трехфазный, полюсный, там, или, ну, да, они все идут, в принципе, трехфазные. О, катушечка эта перекидывается на, через проводок, так, чтобы, если у вас свет пропал, катушка отстреливается, потом свет появляется, она уже не включается. И все, вот, это самая такая примитивная защита. Можно ставить эти временные, как они там называются, реле времени, типа, отсрочки включения, там, ну, минут 10, 15, там, 20, пока давление уравняется, тогда ему опять он может запуститься. Сразу он запуститься не может. Поэтому, если его сразу опять включить, там, например, свет моргнул, вот сейчас у нас такие ветра, вот эти вот бешеные, я не знаю, как у вас, но у нас тут вообще капец. Тут такое дует, аж страшно ночью. Вот, тут моргал свет, и было такое, да, что вот я работал ночью, начался ветер, и он у меня выключился именно от того, что свет пропал, катушечка отстрелилась, и все, он уже не включится. Если бы такого не случилось бы, он бы успел остановиться, потом опять появляется свет, и он начинает просто гудеть. Просто гудеть. Что с ним случится, если он погудит вот такое время, я не знаю. Может, там внутри у него еще в голове есть какая-то защита от этого вот там, ну, как, например, на холодильниках, там тоже есть такой, я пробовал холодильник старый, он гудит-гудит, не запускается компрессор, потом выключилось реле. То есть, там что-то какая-то защита есть. Я думаю, что в компрессоре тоже есть такая защита, но я в этом сомневаюсь сильно и не хочу до этого доводить и экспериментировать. Тем более, что, ну, катушки усиленно греются, когда он гудит. Ну, не надо так испытывать, так сказать, свой компрессор. Вот. Что с ним еще может случиться? Ну, я не знаю, перегреться он не может, потому что у меня стоит там тоже терморегулятор, обычный китайский терморегулятор с Алиэкспресса, 50 или 70 гривен копеечных. Вот. И он контролирует температуру башки компрессора. То есть, я вот там настроил себе, сколько отопления надо мне нагревалось, и компрессор. То есть, вот эти вот две температуры в конденсаторе, в системе отопления и компрессора, они взаимосвязаны. Я просто одним обошелся, одним терморегулятором. Так бы надо было бы еще сюда один ставить, но я одним обошелся, плюс еще и контролирую температуру компрессора, и выключается он у меня по температуре именно компрессора. Или он выключится, или когда он нагрел, это в нормальном режиме, или когда там ЧП, он выключится, если он перегреется, ну, например, в каком случае он будет перегреваться? Например, утечка фреона, да? Фреон убежал, охлаждаться ему нечем, потому что он свои внутренности, вот эти вот обмотки охлаждает фреоном, парами фреона, охлаждаться нечем, он начнет греться и опять же выключится по этому. О, лучше вот такое вот сделать терморегулятор обычный, поставить, приклеить этот датчик к голове, чем надеяться на то же там вроде бы есть внутри, вроде бы есть внутри там какой-то тоже термоотсекатель, но он, насколько я знаю, рассчитанный там градусов на 120. И даже если он не выключится при такой температуре, то это уже будет плохо для компрессора, потому что, ну, масло уже как бы такая температура, все такое, перегрев, это и для лака обмоток не очень хорошо, хотя там он термостойкий, специальный, но все равно лучше до таких температур компрессор не доводить. Ну вот и все, все, что еще с ним может случиться? Ну ничего с ним может случиться, это электродвигатель, компрессор, что такое компрессор? Внутри асинхронный двигатель Это если старт-стопник Если инвертор На постоянных магнитах двигатель У меня обычный асинхронный двигатель И в нижней части Насосная часть Компрессор Который качает Он в масле Масло тоже должно быть Тоже надо так проектировать Свою систему Чтобы масло нигде не залегало В принципе я думаю оно не должно залегать Оно должно циркулировать Какая-то часть масла Выбрасывается с компрессора Циркулирует по системе Опять возвращается в компрессор Масло уже там У компрессора никакое заливать не надо Если новый компрессор Он идет уже с маслом Все ротационные компрессоры По моему спиральники тоже Насколько я знаю Поэтому там уже ничего добавлять не надо Там даже с запасом небольшим На учет того что оно будет мигрировать Вот так вот по системе Ну что еще может случиться с компрессором Ну я не знаю что с ним Мне кажется От этот компрессор И то что я про них читал Эти кондиционерные Это очень надежные штукенции Очень надежные Там даже я одного кондиционерщика читал Он говорит что Убить этот компрессор Убить ротационный А я думаю спиральник тоже Спиральник еще по надежности Даже лучше Там такая схема Вот Убить этот компрессор Это еще надо постараться Понимаете Это еще надо постараться Чтобы его угробить Как-то перегреть там Спалить обмотки Или что-то такое То есть там Ну так все сделано нормально Поэтому я в этом Не сомневаюсь Дальше Он будет работать Долго и нудно Тем более мы всегда Ну и когда вы его делаете Надо делать ему Ну такие более-менее Хорошие условия Тепличные для работы Это как я уже говорил Подогрев компрессора Чтобы он стартовал тепленький Вот Ну и все Подогрев компрессора И все Ну и защита от этой Электрическая защита От перегрева защита Ну что Все в принципе Поломки нашей системы Я это уже говорил Утечка фреона Там Ну самая распространенная Такая поломка Это утечка фреона Вот Но это тоже Надо понимать Утечка фреона Это от чего Ну это брак Это просто заводской брак Вот я видел тоже Человек купил Заводской тепловой насос У него он перестал работать Ну как Он работает Тарахтит Но не греет Он вызвал По гарантии Приехали Сделали Что сделали Утечка была Ну что такое утечка Утечка Это значит Плохо пропаяли Это не то что там В процессе эксплуатации Расшаталось что-то Нет Это был заводской Недопай Ну что если все сделано Правильно Нормально Качественно пропаяно Оно будет работать Сто лет И ничего там Никуда не утечет Вот Короче с компрессором Разобрались Ломаться там Ну я не знаю Что там может ломаться И как оно будет ломаться Тем более Если у нас там Стоит терморегулятор Стоит подогрев компрессора Компрессор защищенный Электрически От полторного пуска Все Он будет работать У вас годами У меня он уже работает Третий сезон Отопление Такое Третий сезон И ну я еще первое время Как-то только запустил Я там беспокоился Ходил смотрел Ой-ой-ой Как оно там Ну теперь я понял Что беспокоиться То нечего Я даже больше Беспокоюсь сейчас О водяной системе Вот именно Вот этой Вот скважина Скважина Да Переливной И о том насосе Который качает воду Мне кажется Он сдохнет раньше Чем накроется Вот этот компрессор Ну сейчас мы еще До этой воды дойдем И так идем дальше От компрессора Ну выяснили Да Что это такая Я так думаю Что первое Что у меня поломается Или сотрется Или ну Придет в негодность По сроку давности Это компрессор Дальше Тут у меня Конденсатор Ну что Конденсатор Вы знаете Это у меня Просто медная труба Просто медная труба Тут больше ничего нет А еще вот здесь Вот у меня Манометры впаяны Да Вот здесь вот Еще есть у меня Манометры Впаяны Два штучки Забыл нарисовать Вот Ну манометр Это тоже Пайка Если там все нормально Пропаяно Никакой утечки Не будет Я не знаю Что он там Он может Единственное Что может спускать Фреон Больше он ничего не может Ну влиять на систему Как-то Дальше идем Вот у нас идет Конденсатор У меня В бак Вот Трубы Вы знаете Это просто спираль В моем бачке В системе отопления Уже Тут тоже ломаться Особо и нечему Что тут может поломаться Это просто медная труба Что можно сделать С медной трубой Чтобы она поломалась Ну Бить ее молотком Я не знаю Можно так сделать Что она будет тереться Одна об одну Там да От вибрации Тоже может протереться Дырка Ну я не знаю Как так можно делать Чтобы так сделать Ну Надо смотреть за этим Если тут все нормально Сделано С медной трубой Она будет сто лет Вам работать Ничего с ней не будет Дальше Что у меня Что у меня стоит Вышла Это с конденсатора Ну тут у меня еще есть Рекуператор Это просто Смотанные Две трубы Вот этот Конец Конденсатора С концом Испарителя Где-то вот здесь Я ее тут не стал рисовать Сейчас так наплутаю Что вообще не будет видно Ничего Это просто Смотанные Вот эти вот Две трубы Косичкой Вот так вот Скручены Там где-то Два метра Стянуты стяжками И утеплены Чтобы теплопередачу Увеличить Все Это весь мой рекуператор Дальше Ну тоже там Ломаться-то нечем Фильтеросушитель Что может поломаться В фильтросушителе Там вообще Ничего такого нет Там просто Адсорбирующая Какая-то там Это Молекулярный фильтр Плюс Там еще какой-то Фильтр Воду отсеивать Там Оставлять Ну и все Он может просто Забиться Уже заполнится Грязью Поэтому я всегда Рекомендую Ставить его Переразмеренным Я у себя так и сделал Поставил вот этот Фильтеросушитель Переразмерный То есть Он не для этого Компрессора Однозначно Он для здоровых Установок Ну такой Ну я его показывал Там В каком-то видео Самое дешевое Отопление Какой-то части Там про фильтросушитель Я его показывал Как он выглядит Алковский Хороший Дальше И кстати Ставить его Надо вертикально По инструкции Дальше Идем по системе У меня стоит Смотровое стекло Дальше Смотровое стекло Поломаться Ну как Оно может просто Спускать фреон Ломаться Там тоже Нечего Кстати Еще советую Если будете делать Старайтесь Везде Делать Паянные Соединения Везде Везде Где можно Паяйте Единственное Что ТРВ Если вы будете Сами собирать ТРВ Я рекомендую Поставить На резьбовых Развальцовки Резьбовых Соединениях Вот это Единственная Деталь Которая у меня А еще На манометрах Тоже Ну тут В систему Они впаяны А на самом Манометрическом Коллекторе Там тоже Резьба Ну там Сам манометр Так сделан Там Пайки нет Ну не на каком Там все На резьбах О Вот это Вот здесь Ну что Резьбовое Соединение Оно Всегда Считается Не по надежности Менее надежное Чем паяное Всегда Это однозначно Поэтому старайтесь Везде паять Нормально Пропаять Не спеша Пускай оно Там долго Греется Этой горелкой Которую я показывал Там Для розжига костра Да Но зато Оно хорошо Прогреется Припой Хорошо Затекает Все Все Там Ничего Сложного Нет Дальше ТРВ Да Мы идем По кругу В ТРВ Что может поломаться В ТРВ Ну я не знаю Что может поломаться Я знаю Случаи Когда Присылали Уже Нерабочие ТРВ С магазина Я не знаю Как так может Получиться Ну такое Бывало Да Мне писали Что прислали Нерабочие Как-то Некорректно Работающие Бракованное Наверное ТРВ Ну Может и есть Такое Бывает Но чтобы ТРВ Поломалось В процессе работы То есть Если оно Нормальное Небракованное И правильно Подобрано Дюза Оно Поломаться Ну я не знаю Как оно может Поломаться Что там Может поломать И кто его Может сломать Это мне кажется Очень надежный Узел Хотя и очень важный В такой системе Дальше Дальше идем Фреоновая система Вышла У меня С ТРВ И зашла Трубка В испаритель Тут тоже Просто Медная Труба Что там Может Медная Труба Идет 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 Выходит Тут приклеенный Прикрученный Термобаллон Этого ТРВ Тоже Что с ним Может случиться Разве Пробить его Чем-нибудь Молотком Бить Ну тогда Можно Поломать Ну и опять Манометр И опять Оно Зашло В компрессор Вот и вся Возьмите Даже Вот Холодильники Еще советские Эти пузатые Такие Что сейчас Им по 40 лет Они еще Работают Товарищи Они еще До сих пор У многих Людей Работают Вот представьте Себе И там тоже Примерно Вот такая Вот схема Ну там Даже немного Проще Там не ТРВ А капиллярка И стекла Смотрового Нет Но фильтросушитель Там есть Конденсатор Там есть Испаритель Там есть И компрессор Там тоже есть Примерно Такая схема Это чуть-чуть Усложнена Чуть-чуть Благодаря Ну что тут ТРВ Стоит Смотровое Стекло Ну Я не считаю И эти Компрессор Эти установки Холодильники Это в принципе То же самое Работают Просто Немыслимое Количество Времени Уже Я же говорю По 30 40 50 лет Они работают Я не знаю Может 50 И переборщил Но тем не менее Кто знает Может У кого есть Такой холодильник 50 лет Такое время Они даже Не рассчитаны На такое время Вот Ну вот Вам вся система Фреоновая Я же говорю Что тут может поломаться Я Единственное Что этот компрессор Когда-то Сотрется Но я не знаю Когда Я думаю Что у меня Он проработает Не менее Чем 5 сезонов 5 лет И мне Даже если он 5 лет Проработает 5 сезонов Хотя я думаю Что больше Даже Ну даже Допустим Что он Сотрется Просто Сотрется Потому что Больше с ним Не может Ничего случиться Он может Просто стереться Ну Отработать Свой моторесурс Моточасы Вот эти вот То Мне ее не жалко Заменить Эта деталь Эта деталь Стоит Около 100 долларов Вот эта вот Деталь Вот компрессор Мой компрессор Для теплового насоса Это все Стоит Около 100 долларов Это что Так дорого Сейчас Машина Дров стоит 7-9 тысяч гривен От 7 у нас До 9 тысяч гривен Машина Дров Товарищи Это Получается Сколько я могу Купить Вот этих компрессоров За цену Одной машины Дров Представляете Ну это просто Поразительно Какие дрова Стали дорогие Дальше Система Водяная Ну она Прямо Не связана Так сказать Косвенно Связана С фреоновой Системой Но фреоновая Система Без этой Водяной Системы Тоже Работать Не будет И если У меня Например Проток Пропал Пропал Проток Воды То Опять Кончилось Время Моей Камеры Вот такая У меня Камера 20 минут Снимает Больше Не хочет Снимать Дальше Водяная Система Вот это Я же уже Говорил Что Больше Я сомневаюсь Даже Именно По этой Водяной Системе Испаритель Потому Что Там у меня Стоит Насос И Как мне Кажется Как мне Кажется Ну Я еще Не уверен Посмотрим По времени Когда он Накроется Но мне Что-то Кажется Что он Выйдет Из строя Сотрется Или Отработает Свой Моторесурс Даже Раньше Чем Компрессор Мне Что-то Так Кажется Что Раньше Вот По надежности Да Ну Остальное Тут Все Ну Что У меня Вторая Скважина Почти Не принимает Там Тоже Вот Эта Надежность Не очень Такая Надо Как-то Думать Придумывать Чтобы Ну Вот Такой Недостаток Если Железная Вода Такая Может быть Проблема Железная Вода Плюс Высоко Очень Сам Уровень То есть Не хватает Столба Как бы Чтобы Задавить Эту Воду Оно Может Быть И хватало Если Больше Даже И Железная Вода Там Она Продавливала Вот Эту Припростой Или Где Там Воздушная Может Какая-то Пробка Образовывается Получается Вот Это Окисление Вот Это Железо Материализуется Так Сказать Из воды И Где-то Там Выпадает В осадок И Забивает Мне Фильтр Сбросной Скважины Ну В этом Вода Она Я показывал Просто Течет Под Дерево Под Грушку Ну Пускай Сей Течет Мне Это Никак Не Не Мешает Не Створит Мне Какой-то Делает Дискомфорт Или Что-то Такая-то Проблема Я В этом Проблемы Не Вижу Сливать Куда-то Воду Вообще И Всегда Говорю Что Главное Это Достать Воду Иметь Воду Слить Воду Это Не Проблема Вообще Куда Хотите Туда И Сливайте Я Думаю Что Вариантов Можно Найти Море Куда Ее Деть Эту Воду Если Она У вас Уже Есть Вот Так Что Можно Такой Сделать Вывод Надежность Тепловых Насосов На Очень Высоком Уровне Очень Особенно Вот Такого Как У меня Вода Вода Не Зависит От Воздушных Воздуха Наружного Кстати Про Воздушные Тепловые Насосы Вот Если Например Взять Инвертор У меня Было Видео Как Выбрать Кондиционер Для Отопления То Мы Там Спорили Долго Так Довольно Спорили Что Лучше Инвертор Или Старстопник И Я Пришел К Такому Выводу Что Если Инвертор В принципе Я Не Против Инверторов Не Против Если Вы Хотите Просто Купить Кондиционер И Отапливаться То Без Всяких Переделок Вы Туда Не Лезете Ничего Там Не Начинаете Крутить Не Начинаете Перестраивать Добавлять Обогрев Компрессора Или Правильно Настраивать Чтобы Он Всю Жизнь Не Работал Не Грел Вот Это Все Не Надо Туда Лезть Инвертор Лезть Не Надо Вот И Там Или Хоть Хотите Сделать Внутри Не На Воздух А На Воду Поставить Тепло Обменник Вот Тут Начинаются Проблемы Проблемы Геморрой Который Очень Трудно Решается Очень Трудно Если Вы Не Будете Туда Лезть Пожалуйста Покупайте Инвертор Это Классная Штука Я Инвертор Если Не Трогать Я За Инвертор Да Ну В Плане Конечно Ремонтабельности Он Не Очень Не Очень Совсем Не Очень В Плане Надежности Опять Если Мы Говорим Про Надежность Тоже Инвертор Уступает Я Считаю Старт Стоп Обычный Ну Хотя Потому Что Огромная Плата Электроники Огромнейшая Даже Я так Смотрел Она Больше Чем В моем Телевизоре Старом Эта Плата И Вся Эта Электроника Тоже Может Поломаться Это Тоже Надо Учитывать Поэтому По Надежности Ну Я Не Знаю Мне Кажется Это Хуже Вот Если Вы Думаете Что То Крутить Переделывать Адаптировать Что То С Экспериментировать Тогда Лучше Однозначно Старт-стопный Кондиционер Однозначно Однозначно Лучше Вот Вот Такой Вот Вывод Можно Сделать Для Переделок Лучше Старт-стоп Ни Каких-то Химии Усовершенствования Все Такое Думаю Руки Зачешутся У каждого Что-то Добавить Улучшить И так Далее Если Не Хотите Не думаете Не планируете То Берите Инвертор Ничего Ни проблем Нормально Он будет Работать Поломается Конечно Все эти Мозги Заменить Это будет Очень дорого Короче Думайте Сами Решайте Сами Так сказать Вот Что я еще Хотел сказать Вроде бы И все Вроде бы И все И так Уже Видео Затянулось Ну Можно Сделать Такой Вывод Что Тепловой Насос Вот В таком Варианте Как у меня Я не могу Просто Все варианты Сейчас Рассмотреть Какие Там Могут Быть Типы Тепловых Насосов Варианты Кто Как Будет Делать О Их Надежности Но Мой Тепловой Насос Если Рассматривать Мой Именно Вариант То Это Очень Надежная Установка Очень Надежная И Там Что Там Пишут Люди Что О 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 Я Думаю Купить Еще Один Такой Компрессор Поставить Пускай Стоит Что это 100 долларов Это Не Деньги Пускай Стоит Сломался Выпаял Впаял Другой Все Погнал Опять Какие Вопросы Он Укупился У меня За Два Сезона Даже Получаю Это Потенциям Дрова Считал Если Сравнительно С дровами Даже Просто С дровами Если Сравнивать Сейчас С дровами То Это Получается Даже Меньше Двух Машин Дров Обошелся Мне Мой Тепловой Насос Весь Сейчас Представьте Себе Так Что Самоделки Это Вообще Супер Я Рекомендую Всем Делать Самим Вот Вы Сами Сами Сможете Поремонтировать Адаптировать Усовершенствовать Что-то Добавить Что-то Отнять Улучшить Его Работу И Сэкономите Кучу Огромнейшую Кучу Денег Я Даже Думаю Что Меня Смотрят В основном Те Люди Которые Не Могут Купить Заводской Тепловой Насос Просто Не Могут Физически Даже Нет Таких Денег Настоящий Тепловой Насос Вода Вода Или Даже Воздух Воздух Они Все равно Очень Дорогие Даже Воздух Вода Тоже Очень Дорогие Поэтому Я За Самоделки Вы Ее Всегда Сможете Поремонтировать Я же Говорю Не Так Не То Что Тот Заводской Поломался И Что Делать Звонить Куда Звонить Этот Сервис Когда Они Приедут Когда Они Поремонтируют Опять Если Это Инвертор Тепловой Насос То Он Так Быстро Не Ремонтируется Это Надо Все Мозги Менять Обычно Меняют Все Мозги Сразу Заказывать Эту Плату Это Время Обычный Старт Стоп Тот же Самый Тепловой Насос Настоящий Старт Стоп Ремонтируется Сразу То Он Приехал Ремонтик И Сразу И Поремонтировал Инвертор Он Вряд Так Так Поремонтирует Вот Это Тоже Надо Учитывать Ремонтабельность Я считаю Что Ремонтабельность Тоже Относится Как бы К Надежности Нашей Фу Ну Вот И Все Рассказал Все Что Хотел Я Считаю Опять Что Он Не Уступает По Надежности Ни Твердотопливному Котлу Ни Газовому Котлу Даже Электрокотлу Ну Шатены Тоже Как вы Знаете Они Не Вечные У меня Тены Частенько Так Горели Или Выходили Пробивались Или Выходили Из строя Так Что Электрокотел Это Тоже Нельзя Сказать Что Абсолютно Надежная Вещь Газовый Твердотопливный Печной Отопление Я Не Считаю Что Вот Эта Штука Менее Надежна Это Очень Надежный Агрегат В том Исполнении Что У меня И В принципе Заводские Тоже Они Довольно Надежные Надежность Еще Расскажу На Самом Высоком Уровне Надежности Можете Не Сомневаться Вы Защитили Компрессор Все Будет Работать Так Ну Все Вроде Все Всем Пока До Следующих Видео